двадцатый год был ужасным 21 еще хуже а этот вообще боль но не будем о грустном и поприветствую на канале это тимы насколько всраты будет 23 это тот еще вопрос поэтому небольшие крохотоличные посмотрим как пойдет итоги года надеюсь монтажу 31 может может и так начну я начну я с кино возможно возможно это первый стоп да пожалуй первый последний раз в этом году когда я ходил в кино на все везде и сразу и быть может это мой последний поход в кино в принципе ибо все мы все понимаем поддерживать нарушение авторских прав мне не очень хочется поэтому вернее платить платить кинотеатром за нарушение авторских прав мне очень хочется поэтому возможно последний раз ходил и это восхитительное кино знаете бредовая трешовая вот момент с прониканием всяких предмет на грани безвкусие но но все же эту грань не переходит это удивительный кинематографический опыт скажем так актриса великолепно восхитительный фильм уже можно забыть что он вышел в уходящем году потому что было в начале года что было в начале года кажется безумно далеким в силу множество причин и пожалуй пожалуй все до выходили какие-нибудь там фильмы скорее всего и что-то там зачем-то почему-то получить кучу оскаров но больше ни один фильм прямо не зацепил не оказал влияние вообще никак не впечатлил в той или иной степени до аватар вышел если честно аватар вообще не хочется смотреть и проще кино это вот настолько вторично настолько уже миллиард раз показано и но после 1 аватара 2 с визуальной точки зрения ну окей чуть полу возможно чуть получше плюс-минус но дорого-богато но к чему все если говорить о сериалах тут все на мой взгляд во много во много раз лучше ибо есть разделение опять же нечто прям поразительное удивительное с потрясающим опенингом интригующее и прям дико цепляющее на протяжении каждого эпизода и в конце прям хочется хочется узнать что будет дальше в той же степени что и бейтман бейтман же в возрасте до адам скотт вроде адам скотт показал себя как сильный драматический актер также отмечу ну пожалуй вот удивительно бык или про закусочную имеет очень высокие рейтинги на вообще не понял почему периферийное устройство в принципе но но с определенными наговорками и а что еще такое интересное выходило я знаю на самом деле doom патруль новый но это тот же самый doom патруль он выдерживает планку качества но все это уже четвертый раз история о людях психологическими проблемами с которыми никак не разберутся и всегда эти проблемы плюс-минус одни и те же да четвертый сезон не закончился да это все еще фантасмагорично бредово эти разумные задницы это конечно уморительно трешовано новый сезон харли квин приятненький приятненький конечно уже нет такого вау эффекта как от первого но все еще удерживает планку качества определенные вне всяких сомнений это лучший просто мой западные года многие принца же дракона называть и не dragon age и не пожалуй да пожалуй да еще мульты по вахе по выходили но будет будет скорее всего отдельный видос экранизации там вышло достаточно всяких разных еще будут будут кстати интересно будет заглянуть насколько стратым окажется вархаммер от amazon к слову об амазоне до кольца власти кольца власти получше колеса времени если колесо времени это дно дна то кольца власти это просто дно и может сериал по вахе будет приемлемым быть может amazon чему-то научиться я хочется надеяться и по сериалам сериалам я определенно про что-то еще хотел бы сказать мне вспомнить хотел еще сделать видос отдельный по клятве потом я хотел сделать видос про культы в принципе потому что достаточно документалок посмотрел но как-нибудь как-нибудь когда-нибудь потом в скором времени так музыкальные итоги тут мало тут мало всего вышел из того что я слушаю я отмечаю только то что слушаю и вышел новый альбом инфекция трейн и он такой как бы ну окей окей это не очень интересная группа мне дико заходит вокалист прям великолепно и я обожаю когда одна и та же исполнительница выдает экстрим вокал и чистый и да я знаю а джинджер я знаю а spirit box и кого еще так слушаю я постоянно забываю название там солистка азиатка местами не заходит на местами заходит дико к моему удивлению вышел новый альбом 3d с грейс который все еще слушаю моему полностью даже не прослушал потому что я узнал что вышел новый альбом где-то неделю назад вроде норм вроде ничего такого мощного разрывного и ничего плохого еще вроде как слушал появится в фолл но последний альбом них не очень зашел он стал еще более попсовым чем прежние она вы просто если честно не особо хотелось слушать возможно еще вышли альбомы каких-то групп которых я слушаю а еще я shot pari прям начал слушать больше них вышло несколько мощных клипов хотя стиля довольно такие своеобразные исполнение но это прям годная музыка и но альбом my speak вышел в этом году вроде да и ну я думаю узнал о них как и большая часть людей благодаря клипу смерти больше нет послушал так местами отдельные композиции до остальные нет а тут прям весь альбом плюс минус оказался довольно приятным но самое самое главное самое самое главное вышел и пи зимой должен быть сингл если все хорошо сложится альбом 1 новом году моего любимого музыкального стримера айха оксана она восхитительно великолепно слушать огромное удовольствие мы конечно же исходя из моего субъективного восприятия исполнения на трансляциях получше но просто просто потому что я к ним я привык слышать те же композиции в живом исполнении без большого количества инструментов но но и пи отлично круто здорово замечательно бесподобно всем советую и по музыке наверно все наверно все по анимации а семья шпионов в этом году вышла первая я не помню но приятненько и миленько нормально стрит миллиарды и сикаев что-то заслуживающее внимание человек бензопила тоже неплохо несмотря на сомнительную 3d анимацию местами в остальном она довольно неплохо 3d анимацию ну и сериал благодаря первоисточнику весьма и весьма вот но могу да лично для меня это киберпанк киберпанк великолепен и тут я вспомнил о сериале о котором хотела рассказать но киберпанк на визуальная составляющая рода музыка безусловно мне постоянно эти видосы с я действительно хочу остаться у тебя дома этой ночью или как там называется попадаются где плачут персонажи по типу педро паскаля и того самого мемного момента из интерстеллара или видосы где кто-то идет под тот самый трек для ходьбы главного героя из первого эпизода и франц фердинанд в опенинге а и визуальное дикое пиршество а сюжет ну сюжет прям киберпанковский а чего вы хотели киберпанк это ну по большому счету классический киберпанк это сюжет б-класса да безусловно это не мешает создавать великолепное шедевральное произведение но в своем ядре это история неудачники преступники которые пытаются подняться наверх сталкивается с всемогущими корпорациями все и гибнет ты история буквально про то что пацан успех ушел не получилось не фартанул и аниме киберпанк именно об этом и игра киберпанк именно об этом эти project настолько плюс-минус ну наверное тоже само ядро киберпанка вот гибсон филип дик чуть меньше все таки именно гибсон вот эти вот вот штуку с заебаться и прочим-прочим хай-тек low life ну как по мне именно гибсон да там еще стерлинг тоже немало всего стерлинг но он сейчас полную чушь не десуна вроде бы стержень великолепная штука годная самое главное в отличие от великолепнейшего аркейна это передает всю суть игры и даже отдельные локи и даже со всеми местами немножко персонажей то есть посмотрев киберпанк и сыграв в киберпанк можно увидеть много общего это именно возможно возможно лучше экранизация видеоигры возможно именно как видеоигры передающая большую часть ощущения довольно таки верно вспомнил о чем хотела рассказать я думал сделать отдельный видос о доме драконов а потом такой в лом в лом в лом лучше почитаю очередную помойную новеллу да дом драконов я понимаю что много-много негатива свалилась на этот сериал из-за игры престолов на игру престолов много-много негатива свалилась потому что это ну самый лучший фэнтези сериал в истории безумно популярный самый масштабный эпичный кольца власти помойка несмотря на вложенные деньги и из-за всего этого хайпа из-за этой популярности из-за миллионов людей которые говорили что один не смотрел игру престолов или мне на одному не нравится я понимаю я понимаю синдрома антихайпа когда что-то всем нравится и ты просто не хочешь с этим знакомиться но знаете что думаю большая часть населения земли не смотрела игры престолов думаю половина земли даже понятия не имеет что это такое ладно может я утрирую но миллиарда 2 человек точно вообще без понятия что так что нет и коль скоро это приквел все-таки спин-офф чё-то блин первый сезон дома драконов лучше первого сезона игры престолов более компактный менее масштабный юная реймира прям миллионов восхитительно до зрелая тоже хороша но мне больше зрелая королева зашла потому что оливия кук прям еще с мотеля бейтсов прям зацепила своей игрой тут она более сильная личность очень сильная я бы сказал да есть несколько моментов которые можно предъявить претензии но боже это на сегодняшний день из идущих это лучший фэнтези сериал что к слову показывает довольно таки низкий уровень фэнтези сериалов на сегодня но все сериал действительно выдающийся и когда вот ну та самая сцена в которой и зерес умирающий там ковыляет в трон и как же это безумно сильно можно было в принципе показать такого слабохарактерного несколько безвольного монарха который ничего не может сделать и власть тюкает из его рук но удалось показать очень-очень такого сложного персонажа и прям великолепно мэтт смит тоже хорош и прям прям дом драконов заслуживает внимание и хочется надеяться что он развьется и будет даже получше игры престолов потому что колесо времени довольно таки неплохой до финала местами до финала фэнтезийный цикл просрали и мы не увидим ну хорошей экранизации может лет 20-30 а может вообще никто знает если человечество еще полвека просуществует хотя бы скорее всего я в своей жизни не увижу кольца власти тоже помойка и едва ли мы увидим что-то хорошее по властелину колец потому что фэнтези без того довольно сложный жанр можно просто посмотреть на то что ну со времен властелина колец лучшего фэнтези-фильма не сделали почему-то даже джексон пытался на хобби довольно странным получился надо сказать абсолютно не нужно не романтически ладно неважно его что ж чем еще не сказал о чем я еще не сказал так это о играх об играх да сразу скажу для меня игры года не нет соус лайки я не люблю а плойки не имею так что не гаду форни алден рим я отмечу несколько проектов которые ну мне зашли нету посошли конечно же этот стрей котики котики милые и тут спора нет но как бы коротенькая игра просто приятное порелаксировать но прям выдающийся ее назвать нельзя metal hell singer ох стритном у меня местами не очень но игра великолепная бездумный экшен под шикарный саундтрек конечно мне в наибольшей степени дошла композиция с алисой white glass и стигей кажется да и но финальное от танкана он все еще хорошим все еще тащит те я видел где которые мы не знаю что с ними не так на metal hell singer хороша пенсимент я люблю обсидиана хотя у них игры забагованные частенько они делают бедноту правда out of worlds оказалось какой-то скучной я вот прям прям вообще не знаю не ожидал не ждал что нас потому что скучный хотя трейлер второй части прям несколько иронично меня зацепил пенсимент это прямо визуальное пиршество эта игра блин вообще безумно редко авторы любых произведений изобретательно работают с леттерингом а тут прям получилось это не трипл эй это не шедевр который зацепит обратить на себя внимание но хорошая игра и сразу забегая вперед скорее всего я чем-то забуду сто процентов я чем-то забуду в какой-то игре который мне дико зацепила сейчас блин стим не репрезентатив а хайлайф хайлайф я только чуть-чуть погонял думаю постримить побегать игра от автора фрика и морти я в трое save the universe не играл ну хайлайф выглядит прям интересно трешов забавненькая вполне себе можно погонять что-то еще определенно было 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 а вархаммер я начал активно делать видосы по ваше но сожалению да демон хантер с руками не дошли игра вроде в этом году вышла я думаю скорее всего она мне зайдет икс ком это каос гейт а каос гейт одна из лучших игр по вать если не лучшая все рассмотреть дабы девочки дарктайд я сейчас гоняю почти много претензий много вопросов но в целом ок еще что же что же я хотел что же хотел отменить что а marvel's midnight suns скорее всего была бы для меня личной игрой года если бы она была доступна для покупки если бы она на плате ru не стоило почти пять косарей но когда-нибудь зачем-нибудь как-нибудь я в нее погоняю обязательно возможно используя не самые лучшие просто там где обычно лежат и игры marvels midnight suns нет у меня вообще кстати пиратство задыхается с одной стороны это хорошо а с другой стороны учитывая миллиард ограничений не очень не очень или можно купить платную подумай 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 но хочу погонять в следующем году по играм по играм по играм возможно все возможно а боже мой я ведь довольно много довольно много играл в kings arthur's night stale кривенькая кривенькая довольно таким x ком лайк игра приятненько и приятненько важно чтобы следующий год был безопасным самое важное наверное безопасным нервным удачным я постараюсь постараюсь привести а еще вспомнил все вспомнил вспомнил о чем я хотел сказать там надо же пару слов о канале стало больше контента о книгах и это пожалуй контента книгах это самая малопопулярная что я мог когда-либо делать но и не это важно для меня это важно я постараюсь стараюсь сам себе пообещаю вам пообещая в очередной раз написать книги прочитаю всю на стримах приду свою жить порядок и себя так оси а вот и наверное вот теперь пожалуй скорее всего я думаю так предполагаю что но это пожалуй у меня все подписывайтесь на канал и дискорд забегайте я постараюсь его как-нибудь зачем-нибудь почему-нибудь развивать спасибо за внимание и пока